Привет, меня зовут Антон, и это мужская кулинария. Сегодня мы приготовим дораду в картофельной чешуе. Дораду, или морской карась, как его называют, это очень нежная средиземноморская белая рыба. Чтобы ее правильно приготовить, нужно знать несколько секретов и тайн, которые я вам сегодня расскажу. Дораду мы будем готовить сегодня не просто с чешуей, а с картофельной чешуей. Для этого мне понадобится филе дорадо, с которой я уберу ее чешую, которая у нее была. Когда я убираю чешую, лучше всего использовать нож не сильно острый, потому что сильно острый нож, скорее всего, порвет вашу чешую и не снимет ее ровно. Поэтому, если у вас есть на кухне не очень острый нож, я советую его использовать. У нас остается наша дорадо и картофель. Картофель я нарежу небольшими кружочками. Для этого мне понадобится вот такое небольшое кольцо. И я вырежу его на небольшие цилиндрики. А дальше их порежу тонкими кружочками. Кружочки должны быть буквально где-то миллиметр-полтора в толщину. Просто если вы сделаете их тоньше, то они у вас не будут заметны на вашей рыбе и, скорее всего, будут прозрачны. Но если сделаете толще, то они не будут держаться на рыбе. Поэтому где-то один-полтора миллиметра – это самое оно. Когда я нарезал чешую, теперь ее нужно немножко пришпарить. Для этого я буду использовать фритюр. Когда мы зашпариваем картошку во фритюре, главное, чтобы она у нас не сильно прожарилась, потому что нам нужен эффект не жареного, а эффект того, чтобы она сварилась именно в масле и за счет этого стала липкой, чтобы она прилипала к нашей рыбе. Мы немного солим наше филе со стороны, где у нее была кожа, и с этой же стороны начинаем выкладывать картофель. Выкладываем мы картофель всегда от головы к брюху и от головы к хвосту. Когда мы жарим рыбу, самое главное ее жарить всегда начинать со стороны кожи и жарить со стороны кожи не на сильном огне, как можно дольше. Тем самым рыба будет прожариться равномерно и будет сочной и вкусной. И нежели мы ее пожарим с двух сторон, и она будет сухой. И вишенка на торте для нашей Дорадо, это, конечно же, соус. На той же сковороде, на которой мы жарили Дорадо, мы добавляем немного рыбного бульона, лимонного сока, наши помидоры и немного солим. А в конце, когда наш рыбный бульон выпарился и отдал нам весь вкус, мы снимаем с плиты нашу сковороду и добавляем сливочное масло. Сливочное масло поможет затянуть наш соус и сгладить кислинку лимона, сделать его более затянутым и вкусным. Но при всем этом никогда нельзя сливочное масло добавлять в соус, который кипит. Иначе сливочное масло не даст эмульсию с бульоном и отсечется и будет сверху пленкой. А нам нужна единая консистенция, которой мы добьемся, вымешивая сливочное масло на говрячей сковороде, но ни в коем случае не на плите. Так как в базилике, как в любом другом зеленом овоще, либо траве содержится хлорофилл, а хлорофилл распадается при температуре, мы добавляем наш базилик в самом конце, чтобы сохранить его яркий цвет и, конечно же, вкус. И наш соус готов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok